Лада Альтра, Лада Астера, Лада Азимут. Никогда ничего не слышали об этих моделях, мы тоже. И не факт, что они вообще когда-либо появятся. Просто АвтоВАЗ регулярно патентует удачные, по его мнению, названия, которые в перспективе могут стать именами серийных машин. Сейчас охранные документы оформлены для брендов Альтра, Астера, Азимут, Гравис, Мерида, Ретива, Таруса и Икстур. Пять имен заканчиваются на букву А, то есть вполне вписываются в современную логику вазовского нейминга, где есть Гранта, Веста, Аура, Нива и готовится Искра. Изолента, Шоколадка и Главная Нитка. Что это такое, прежде знали, пожалуй, лишь тольяттинцы докомандировочные, по рабочим нуждам посещавшие АвтоВАЗ. А сейчас смогут выучить все желающие, ведь Автогигант запустил программу промышленного туризма. Раз в неделю на предприятие будут запускать группу туристов, которые первым делом покажут весьма интересный корпоративный музей, а уже потом заводские цеха. Это прессовое производство, линия сварки Гранты плюс сборочный конвейер Гранты или Весты. В финале гостям предприятия предложат протестировать только что сошедшие с конвейера «Лады». Ну а эффектным завершением программы станет посещение 24 этажа завода управления. Там находится панорамный балкон, с которого виден весь Тольятти. Нынешняя линейка двигателей, которыми оснащаются автомобили «Лада», выглядит чрезвычайно консервативно. Это атмосферные моторы отдачи 90, 106, 118 и 122 силы. В прошлом году ходили слухи, будто АвтоВАЗ планирует наладить выпуск неких китайских турбомоторов. Ведь цех, где прежде выпускали ниссановские двигатели серии HR16, всё равно простаивает. Кроме того, в распоряжении компании есть и собственная разработка. В начале 2010-х вазовские инженеры создали весьма удачный надувный агрегат. Его основой послужил атмосферник объёмом 1,4 литра. Такие короткое время ставились на калины. Увы, но, как рассказал изданию Кьюта директор продуктовых программ АвтоВАЗа Олег Груненков, в ближайшем будущем автогигант не планирует установку турбомоторов на автомобили «Лада». Дескать, со стороны клиентов нет такого запроса. А значит, и заниматься этой темой не имеет экономического смысла.